Великой Отечественной войны По священной традиции в День Победы мы отдаем дань уважения тем, кто отстоял Родину в смертельной схватке с врагом, восстановил ее из руин в послевоенное время. Война принесла нашему народу несчастливые бедствия. В эти майские дни почти в каждой российской семье вспоминают родных и близких, павших на полях сражений, погубленных нацистскими палачами, безвременно ушедших из жизни от ран и тягот военной поры. Говорят, что время лечит, смягчает боль, утрат. Это верно. Но также верно и то, что некоторые вещи не должны предаваться забвению ни в коем случае. 22 июня исполнится ровно 80 лет со дня верооломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Скорбя о многомиллионных жертвах агрессии, уместно вспомнить и о предшествовавших событиях. Недооценка мировым сообществам, нарастающие угрозы со стороны нацистского режима, попытки его умиротворения и иные просчеты привели в итоге к самым драматичным последствиям. Историческое и нравственное значение Великой Победы состоит в сокрушении не только военной и государственной машины Третьего Рейха, но и его человеконенавистнической идеологии, пробуждающей самые низменные инстинкты, толкающие на чудовищные преступления. Злодеяния гитлеровских захватчиков и их пособников не имеют срока давности. До сих пор открываются, в том числе при участии нашей службы, все новые архивные материалы об их зверствах на территории Советского Союза и других оккупированных стран. Эти наглядные и беспреспрасные документальные свидетельства должны служить самым эффективным средством против бациллы коричневой чумы в любых ее проявлениях. Ну а тем, кто все-таки подхватил эту заразу, стоит напомнить о справедливом возмездии, которое свершилось над главарями гитлеровского режима три четверти века тому назад. Символично, что они предстали перед судом народом, международным трибуналом в том самом баварском городе Нюрнберге, где несколькими годами ранее многотысячные толпы участников имперских партийных съездов фанатично клялись в вечной преданности своему обожаемому фюреру германской нации. Важно сохранить память о том, что войны Красной Армии прошли с боями пол-Европы не ради захвата чужих территорий и порабощения населения. Высшей целью для них являлось счастливое будущее для потомков, в котором не будет войн, угнетений и невзгод. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин 9 мая 1945 года произнес «Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами». Советские люди искренне верили и надеялись, что эти слова сбудутся. Не их вина, что история пошла по несколько иному пути. День Победы – общенациональный и в то же время очень личный праздник. Для каждого из нас подвиги и свершения героических предков служат надежным нравственным ориентиром, главным мерилом жизненных ценностей и поступков. У всякого времени собственные вызовы. Советские разведчики военной поры самоотверженно боролись против гитлеровской агрессии. Сегодня нам, их последователям, выпало противостоять угрозам нового века. Но, как и прежде, за нами Родина, а мы – передовой рубеж ее обороны. И отступать мы не имеем права. Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, удачи и успехов в делах на благо России. С Днем Победы!